Всем привет, мои дорогие! И теперь второй день вашего любимого дикаря в Кирове. Смотрите, я снял вот такую вот квартиру, однокомнатную, за 1000 рублей, возле ЖД вокзала. Давайте сделаем рум-тум, мои дорогие. Входная дверь, есть еще одна дверь. Домофон, вдруг вам кто-то позвонит, дикарю могут привезти еду. Смотрите, здесь вот такое вот, типа, гардеробная быстрого доступа. Здесь вот такая вот, покажи, покажи. Смотрите, подписчики, вот такой вот чулан, интересный, с полочками. Ага, тише говорю. Потом здесь проходим, сюда мои подписчики любимые. Здесь ванная комната. Покажи им в 0,5, рыбий глаз. Вот мои подписчики, я в ванной комнате. Здесь есть бойлер, бойлер. Этот, в единицу, в единицу. А подписчикам скажу? А как обратно? Единичку поставь, просто, все. Все. Смотрите, мои любимые дикари. И ваш дикарь, главный дикарь ваш, смотрите, в этой квартире нет горячей воды. Поэтому здесь бойлер. Мы его сейчас включили, он в течение каких-то двух часов нагреет воду, ну и потом помоемся. Далее. В этой квартире нет отопления. Нет отопления, мои дорогие. Потому что холодно. Потому что холодно. И мы будем спать в одежде. Поэтому ты догадался, что нет отопления. А завтра мы уже с этой квартиры полседьмого утра выезжаем и двигаемся дальше. С чем вообще-то выезжаем? Ну, отсюда полседьмого где-то. Какое полседьмого? Без диски. И едем в... Узнаете в следующем блоге или в этом. Короче, в Москва-сити. Вы там уже были, но мы поедем еще раз. Ты это сказал в толчке. Проходим дальше. Это легендарная кухня. Вот здесь все есть. Газовая плита. Окно. Этаж, кстати, третий. Кому интересно, квартира за тысячу рублей. Хозяйка добрая, отзывы хорошие. В комментарии пишите, кому интересно. В Кирове, возле ЖД. Всего тысяча рублей. Вот, все есть. Микроволновка, холодильник. И самое главное, где вы будете ночевать. Вот. Комната. Одна единственная. Смотрите, вот здесь есть такая кровать. Она не 160, она где-то 140 на 2. 1200, вообще-то, она. Ну, 140 она. Здесь диван. Здесь вот такая вот плазма у вас есть. Постельное белье хозяйка, подготовила полотенце. И, я так понимаю, еще вот даже там, смотрите, есть балкон. Все. Балкон. Вот так вот, мои дорогие. Ну, все. Идем дальше гулять по вечернему Кирову. Самый прикол на этой квартире, смотрите. Прикиньте, вот тут вот в туалете есть вот такое вот окно. Там вот свет горит. Прикиньте, в ванне можно смотреть, кто там моется и что делает. И еще в холодильнике, смотрите. Кто-то нам оставил пивасик. Вдумайте, оно пустое. Нет? Полный, смотрите. Что, мои дорогие, при прогулке по Кирову хочу вам показать. Вот это автовокзал. Здесь вот на автомобилях и автобусах уезжает. Там был ЖД вокзал. Вот такая вот. Такой вот маленький уютный город Киров. Кто с Кирова, всем добра. Кстати, в этом влоге будет вам сюрприз. Я спрячу 5000 рублей в легендарном парке в Кирове. Так что смотрите далее, будет интересно. Вот, друзья, вот такие вот аттракционы в Кирове. Но они сейчас не работают. Время 8 вечера. Вот, например, цена билета 150 рублей. Цикл катания 3 минуты. Сокровище моря. Легендарный аттракцион. Вот, пожалуйста, что можно, что нельзя. Вот такое вот колесо обозрения. Здесь так. Здесь вот маленькое колесо. Ой, там тоже колесо. И вот там вот большое колесо обозрения. Ну что, мои дорогие, вот и настало время денег. Как я вам обещал, это парк Кирова. Сегодня 12 сентября 2022 года. Ваш любимый дикарь в Кирове. Есть же мои подписчики? Ориентир, колесо обозрения. Я прячу для вас 5000 рублей. Смотрите, какую локацию я нашел. Вот, касса номер 1. Прям вот здесь вот снимай. Вот, 5000. Я вот прям кладу вот сюда. За кассу. Хоп, они там встали. Подсними. Не знаю, видно или нет на камеру. Вот там вот, короче, мы спрятали. Вот, вот они, 5000 рублей. Друзья, пожалуйста. Вот, режим работы аттракционов. И вот за этой площадкой лежат 5000 рублей. Пожалуйста. Мои подписчики. Кто первый придет, деньги ваши. Все по-честному. И, пожалуйста, если кто-то возьмет, отпишись в комментариях, что ты взял эти 5000 и они у тебя. Все, спасибо, всем добра. Вот, ребята, вкусно и точка. И на фоне колесо обозрения в Кирове. А еще вот здесь вот появился вот новый дом. Красивый такой. Мне очень нравится. Подсвечивается. Вообще здорово в Кирове. Подписчики вон, подписчики сидят. Подписчики во влоге, вы видите. Вот самокаты в Кирове есть. Смотрите. Колесо вам. Вот она такая, типа, центральная улица. Красиво. Вкусно и точка. Вот кто хочет поесть. Заходите. Люди даже на улицах едят. Все-таки такого нет. Хотя тут дубок такой. Вот, ребятки, перед колесом обозрениям вот такой вот символ любви. Вот колесо. Дымковская радость. Касса. Сейчас сориентирую вас по билетам на 12 сентября. Мороженое у робота. Компетический ужин. На колесе обозрения. Вот такой интересный. Режим работы. Летнее время. Воскресенье. Сегодня у нас получается подняк с 10 до 20. 45 тысяч. А по ценам непонятно сколько. А вот стоимость катаний. Вот стоимость. Вот, видите, получается 150 рублей. Самый дешевый тариф в пути. Вот такое вот озеро в Кирове. Смотрите, красиво. А там вон уточки плавают. Здесь вот hotel for elements. У меня что-то глаза ребят от этих шлифтов. Там вон куча молодежи стоит в Кирове. Вот колесо обозрения. Красивое колесо. У нас в городе его нет. У нас тоже скоро появится такое колесо. В следующем году обещают. В Кировском парке. Так что welcome в гости. Вот в Кирове такой вот цум есть. Вот цум. А мы хотим пойти вот на ту сторону. И там есть по карте показывает вятские пельмени где-то. Заведение вятские пельмени. Сейчас мы туда пойдем и поедим. Как раз у нас зеленый свет. Вот такой вот вид ребятки. Там колесо. Там отель. Красота. Да Киров красивый город. Подписчиков я тут все их не встретил. Но может еще встречу. Ну а что ребята это пельменная. Мы из нее вышли. Она мне понравилась. Мои дорогие мы сейчас идем после пельменной. Новое место я нашел под Вагис. Колобок называется. Что вы понимали? В пельменной средний чек был 150. Мы же не идем на прибавление. Мы же идем на уменьшение. Идем в Колобок где средний чек 120 рублей. Да. В Кирове в центре заведение Колобок средний чек 120 рублей. И как там кормят? А давайте узнаем мои дорогие прямо сейчас. Друзья смотрите на улице 10 градусов находимся возле I Love Вятский ГТУ. Идем дальше в Колобок. Он вот тут прямо рядом. Я думаю, что студенты скорее всего все в этом Колобке и едят. Вот он. Колобок налево. Колобок, колобок. О, кажется, даже вижу. Смотрите. Что мы там видим? Столовая наша любимая. Блин, засвечена. Вот, 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 вот. Столовая колобок, мой колобок. Вот мы где будем есть. Легендарная столовая колобок. Вот она. Будущее. Будущее ваших животов, мои дорогие. Отправляемся в столовую колобок. Средний чек 120 рублей. Будет обзор. Что, мои дорогие, обзор колобка не будет. Два заведения мы потеряли с вами. Ты просто весишь. Потому что дикарька решила пойти в третье заведение, где подороже. 700 рублей за чек. Да, потому что колобок и до этого пельмена не ее уровень. Мы идем дальше 1,6 километров. Да, это не мой уровень. Могу себе позволить. Я работаю круглыми сутками. А я что делаю в моей дикаре? Напишите в комментариях. А вот что ты делаешь, дикарь? Вот что ты дикарь делаешь? Это мы оставим за кадром. Сзади у нас какой-то торговый центр. Называется город. Так что кто ходит в город, вот заходите. Оранжевый кукой. Мы тут когда-то уже были. Сейчас мимо проходим. Идем в ресторан кировский. Будем пробовать. Просто кафе. Блин, вятские лакомства будем есть. Там грузинская кухня. Грузинская кухня. В Кирове есть еще один торговый центр. Называется Куб. Я когда-то хотела себе в Кубе купить шубу. Это было в 15-м году. и это самая моя боль. Потому что тогда цены доллар были меньше. Было все хорошо. И я нашла шубу лисы. Шашку лисы. Такая прям пушистость. Но это больше для девочек, а не для дикарей. Так, дикари, смотрите, зацениваю вам Audi A5 купе. Стоимость данного автомобиля в районе 800. Так что мои любимые дикари, кто хочет себе Audi A5, пожалуйста, в Кирове есть такие машины. 800 тысяч рублей, и она ваша. Комментаторы, давай дальше про лесу. Вот, я выбрала, все было классно, прям, я четкая шуба, четкая. 35 тысяч или 40 тысяч, ходила, в общем-то, 50 тысяч вместе. Шапка и шуба. Ладно, короче, дикари, экономьте, работайте разнорабочими. Я хотела взять это все в кредит, а в итоге работала, а мне вот это кто в кредит дает, сказала, нельзя. Она неправильно заполнила анкету и мне, короче, не одобрили. Вывод какой? Если вам не нужна шуба, не берите шубу и так не замерзнете. Ну что, мои любимые подписчики, мы пришли в заведение, называется отель арт, тут еще есть гостиница, а мы пришли вот, дикарька привела в нас в арт хотел, типа это ресторан элитный. Сейчас проверим, куда привела нас с вами дикарка. Кафе с акварелли наш оказалось за этой гостиницей. Вот она, смотрите, кировчане и не только, вот она, кафе с акварелли. И смотрите, что мы видим возле этого кафе, это легендарная тачка в пленке матовой, смотрите, подписчики, что за машина, смотрите, какая классная тачка, кто угадает, вон поближе, хоп-хоп-хоп, ладно, заходим с акварелли. Что мы, любимые подписчики, вот мы уже в кафе с акварелли, сейчас получается заказали себе еду, хачапури по-аджарски, там еще эти, хинкали, так что все вам подсниму, покажу, и по стоимости тоже в конце все узнаете, вот такой вот здесь туалет, я сейчас помыл руки, вот унитаз, все, ешики есть, вот так, вешалки, вот как-то так. Томмунит, гардеробная, вот здесь получается вход к хору. Кончики есть такой, вот такой вот кафе, людей мало, мы вдвоем и еще там одна парочка людей, такой грузинский стиль, шторы, второй мини-зал здесь, прохладно, реально, везде холодно, такое вот меню, вот мы заказали, получается, хинкали с бараниной, со свининой и говядиной, и с белыми грибами, вот стоимость за штуку, и также заказали еще получается вот хачапури по-аджарски за за 455 рублей. Что мои любимые дикари, вот мы заказали хачапури, суп, вот такие вот хинкали, по цене в конце скажу, сколько это все вышло. поели мы с аквареля на одну тысячу одну тысячу сто шестьдесят рублей. Вот поведение. Хорошее место, да? Рекомендуешь? Угу. Так что кто будет в Кирове, welcome, хорошее место. Ой, мы поели, было классно. Чипи меня накормила в легендарном месте, потому что вообще-то вот это место, так что мои любимые дикари, приходите и ешьте. Было классно. Уху! Все, одежда. Друзья, в Кирове есть еще такая особенность, здесь очень много учебных заведений, поэтому здесь очень много молодежи. Да. Вот если сравнить с Иктывкаром, здесь вот пока мы заезжали, да, на Блаблакаре, на машине, куда они взгляни, везде какое-то учебное заведение, туда-сюда, вот сейчас даже под Сентральной улице, очень... Вот я бы в авиационный техникум бы хотела бы. Вот, кто-то в авиационный техникум бы хотел. Там, кстати, в Кирове есть такой памятник, не знаю, вставлять не буду, но найдете самолет такой, у него пропеллеры еще в темноте светятся. Вообще красиво, будете в Кирове обязательно посмотрите, но нам понравилось. В общем, если вы хотите поучиться, и вы из города Сыктывкара, советуем приехать в Киров. В Киров. Тут вот медицинских учреждений очень вот много, да. Медицинские хорошие здесь. И хорошие. Многие, кстати, с Коми едут сюда учиться. Да. Вот так вот. А так вот, идешь по Центральной улице, да, действительно практически 8% одна молодежь. Спасибо, Глобус. В Кирове есть вот сеть магазинов Система Глобус. Они работают, как правило, с 7 до 11. Да. Вот это тоже, видите, магазин. Да? С 7 до 11 работают. Вот такой, ребятки, вид с балкона со второго этажа квартиры, которую мы снимаем в Кирове. Всем добра. Увидимся. Уфу, мои дорогие дикари. Доброе утро. Сегодня уже 13 сентября. Мы проснулись. Время сколько, покажи? 4.28. 4.28 утра. Вывод такой, спать здесь невозможно. Мы поспали, ну, часа три с половиной. Ты поспал до четырех, получается. Я поспала до двух тридцати. Потому что двенадцать. Здесь очень холодно, так как нет отопления. Вообще, в Кирове отопление, говорят, включают в конце сентября. Плюс, здесь маленькая кровать. Она всего 140 сантиметров шириной. 120 это меньше. Плюс, здесь, как бы, этот, плохое одеяло. И этот, а, еще горячей воды нет, но надо бойлер включать. Как-то так. В итоге решили, вот, полпятого утра. Встаем, я включил бойлер, поставил чайник. Сейчас вода нагреется, схожу в душ горячий, попьем кофе, перекусим, туда-сюда. Ну, и все, наверное, и будем потом выходить, потому что спать невозможно. Уже будем спать. В поезде вода пока 29 градусов, но ждем. Тут, смотрите, еще окно такое ванное и ватные какие-то грязные палочки чьи-то остались. Вот такая вот ванна. Там, вон, что-то есть. Там, черкаши были. Вот такие дела, ребятки. Вот наш тут стол. Сейчас зубы почищу еще. Чайник поставил вон на газу. Вот такие дела. Так что будем суетиться потихоньку и готовиться к поезду. Ну что, мои дикари, чайник у нас вот уже закипел. Эй, я тоже хочу. Что хочешь? Будем мы наверное пить вот такое вот кофе. Маккофе. Ты какой будешь? Капучино диторино или вот это? Короче, у нас вот такие вот кофейки есть со светофора, видимо. Протеиновые всякие ништяки, каша, печенька. Из дорогого у нас это вот это? Вот это печенька вот это стоит 60 рублей. Почему у нас сюда все бомжатское? Приятного нам аппетита, сейчас перекусим, кофеек, кашу. Потом я пойду в душ горячий и потом уже на сжедевом а сниму завершение влога. Ну все, мои дорогие, наш день в Кирове закончился, мы отправляемся на поезде, это же девы по Кирову, в Москоу-Сити. Через 14 часов мы будем в Москоу-Сити. Это будет в следующем влоге. Я покажу, как я еду в поезде, как сейчас там и так далее. Приятного! Ладно, давайте, короче.